Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить о наложении адентотропной пасты при биологическом методе лечения пульпита. В нашей клинике мы как материал предпочитаем классический гидроксид кальция, либо пасты на основе гидроксида кальция и эвгенола, который может оказывать самоуспокаивающее противовоспалительное действие на пульпу. Мы знаем, что при глубоких кариесах бактерии находятся под энкинным канальцем, под энкинным трубочком, проникают к пульпе и находятся в пульпарной камере, несмотря на то, что визуально мы видим глубокий кариес. При такой ситуации после препарирования кариозной полости мы должны очень аккуратно дно кариозной полости, дабы не вскрыть пульпу. Мы должны его закончить очистку механическую с помощью экскаватора. Классического экскаватора аккуратно вычистить поверхность до чистых тканей. Конечно, там могут оставаться пигментированные ткани, размягченный вентин еще, но это последний барьер перед вхождением в пульповую камеру, поэтому мы его любыми методами оставляем, боремся за него. После механической обработки пульповой камеры мы должны провести химическую обработку, очистку. Эту очистку мы проводим раствором хлорхексидина 0,2%. Это идеально. Мы вносим его туда на срок действия в кариозную полость, на срок действия до минуты или желательно минуту. Ожидаем его действия, затем его удаляем оттуда в вату с раствором хлорхексидина и приступаем непосредственно к закрыванию проекции входа в пульповую камеру, либо гидроксидом кальция, который может быть замешан на воде, либо такими материалами, как, к примеру, дайкал, который также само, это кальций, гидроксид и эвгеноловая паста, которая, как я уже сказал, также само, кроме кальция, который вызывает образование гидроксидом, новая паста обеспечивает уменьшение воспаления пульповых тканей. Как мы это делаем? Мы, собственно говоря, используем чистый шпатель стерилизированный и чистый, собственно говоря, зеркало, стекло, на котором мы это замешиваем. Все должно быть стерильным, так как после обработки полости химических хлорхексидином мы добиваемся чистоты чистоты всего, всех тканей и материалов, которыми мы будем пользоваться. Замешиваем мы достаточно просто, то есть как любую пасту один к одному, имея однородную консистенцию после замешивания пасты, мы ее можем внести с помощью пульповую камеру, с помощью штопфера на проекцию пульпы. Так же само мы можем использовать более утолщенный парадонтологический зонд, который толще, чем обычный зонд, и так же само позволяет нам распределить вещество по проекции пульповой камеры. После внесения материала мы ожидаем определенное время затвердения. У каждого материала, конечно, оно разное. У этого материала мы выжидаем около пяти минут, мы засекаем время. После застывания материала мы используем прокладку, которая перекрывает сверху, собственно говоря, материал действующий. С какой целью мы используем прокладку? Прокладку мы используем для того, чтобы перекрыть наш материал перед постоянной пломбой, перед постановкой постоянной пломбы. Вопрос немаловажный, такого характера, что если мы пользуемся постоянными пломбировочными материалами, такими как композиты или компомеры светового отверждения, при отвердевании они, конечно же, могут оторвать нам изолирующую прокладку на основе гидроксида кальция. И таким образом возникает пространство между прокладкой и тем кориозным бентином, функция ее снижается, и в этом никакого толку наших действий нет. Поэтому после того, как наша лечебная прокладка с кальцием, повязка с кальцием отвердела, мы, собственно говоря, изготавливаем прокладку из цемента. Мы любим использовать в нашей клинике стеклоиномерные цементы. Это является классикой. Мы можем использовать в готовых капсулах, такие как Fuji. Мы можем использовать, как правило, это Fuji 1 или Fuji 9. Ну, а также можно использовать и ручного замешивания. Собственно говоря, здесь мы замешиваем просто стеклоиномерный цемент. До более густой консистенции. И, собственно говоря, вносим эту прокладку из стеклоиномерного цемента. Хорошо растираем его по стеклу, для того, чтобы у нас была однородная масса. Так же само. Топфером вносим поверх нашей лечебной прокладки. И так же само. Ожидаем время затвердевания около 4 минут. Можно и 5 минут, чуть-чуть дольше подождать. Ожидаем, пока наша изолирующая прокладка отвердеет. После того, как отвердевает наш цемент, ситс, мы приступаем к изготовлению постоянной пломбы. Постоянную пломбу так же само можно выбрать, изготовить из двух материалов, того же самого ситса. или компомера, который является смесью цемента и композита. Либо же мы идем путем композитных материалов. В этом случае мы классически используем постановку пломбы композитного материала адгезивной методикой. Но перед этим мы проверяем, контролируем зоны, которые у нас остаются. Это зоны, не перекрытые зоны дентина, зоны эмали, которые важны для адгезии будущего композитного материала. Мы их контролируем, аккуратно вычищаем механически, опять же, элеватором по кругу. После того, как у нас материал затвердел, мы вычистили все по кругу, подготовили зуб. И, собственно говоря, дальше следует композитная реставрация адгезивной методикой, когда мы используем кислоту, которой мы протравливаем ткани по кругу от повязки стеклоиномерного цемента. Его травить не нужно. То есть мы протравливаем ткани по окружности, там, где у нас будет происходить адгезивная фиксация. Затем мы кислоту смываем, наносим первую фазу. Если мы пользуемся, а мы пользуемся четвертого поколения адгезивной, первую фазу, праймер, потом адгезив, и потом по классике световое отверждение, флоу, композит, который перекрывает у нас, идет первым слоем, и постоянный композит, который мы завершаем, реставрацию цветового отверждения, композитный материал. На этом все. Спасибо вам за внимание. А, и очень важный момент по поводу использования материалов кальция при прямом, непрямом перекрытии. Во-первых, кальций обладает бактерицидным свойством из-за повышения pH. Он, собственно говоря, убивает бактерии, которые находятся на кориозном дентине, который в последней верстве, которая перекрывает пульпу. Он также самообладает адентотропными действиями. Он вызывает формирование нового дентина со стороны пульпы, откладывается вторичный дентин, который ограждает пульпу. И немаловажным аспектом есть то, что он делает кальций, делает точечный коагуляционный некроз пульпарной ткани в области, то есть, по сути, это химический некроз в области прилегающей к кориозной полости. Соответственно, после такого некроза со временем происходит деструкция этой ткани, пораженной пульпарной камеры, самим организмом, макрофагами, иммунными клетками, которые производят деструкцию мягких тканей до здоровых, до уровня здоровых мягких тканей, которой является пульпа. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok